Приготовились! Ladies and James появляется в стройной походке в шикарном свитере! Леонид Марголин! Профессионалист или узнаваемость? Что лучше конвертируется в деньги? Леня Марголин! Доброе утро! А музыка где, диджей? Привет! Леня, привет! Все в порядке? Здравствуй! Я понял. Я очень смешной ведущий! Аплодисменты! 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 Для того, чтобы шутить, нужен талант. Он есть не у всех. Кто считает, что у него есть талант? Поднимите руку. Клячкин. Почему ты не поднял обе руки? Аплодисменты. Когда в моей работе пропадает динамика, меня спасает отбивка. Обычно, когда я появляюсь на сцене, это истерика, хохот, улыбки. Иногда я успеваю посчитать все зубы заказчика. Пока Белов висит в шпагате, я считаю все рты в зале. Юмор и улыбка – это главное мое оружие. Если этого не хватает на праздники, меня спасает аплодисмент. В принципе, не все приемы универсальны. Иногда попадается откровенно тупая аудитория. Люди, которые не понимают, что такое юмор. В этот момент я понимаю, что мне для того, чтобы не чувствовать себя униженным, нужны аплодисменты. Есть две стопроцентные комбинации. Аплодисменты. Отбивка. Это первая. Вторая стопроцентная комбинация. Отбивка. Аплодисменты. Третьей комбинации нет. Если кто-то из вас только что придумал третью комбинацию, выходи и занимай место Олега. Потому что мое место не занять. Мое оружие – юмор, улыбка, харизма, сексуальность, интеллект. Есть люди, которые этого не понимают. Есть люди, которые заплатили 12 тысяч и ждут конкурсы. Я всегда беру с собой подсказки. Когда ты что-то долго достаешь, диджей тебя спасает. Отбивка. ДИДЖЕЙ. ДИДЖЕЙ. Перейдем к содержательной части моего выступления. Один из самых содержательных слайдов. Можно презентацию? Слайды должны нести важную информацию. Давайте немножечко поинтерактивим. Кто готов? Поднимите руку. Харрис. Ты дальтоник. Какого цвета надпись слайд номер один? Ну, допустим, ты выиграл. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, каким будет следующий слайд? Следующий слайд. Ты ведешь 2-0 в аудитории. Кто готов продолжить игру? Как тебя зовут? Какой будет следующий слайд? Можно следующий слайд? Ты понимаешь, что в играх все должно быть очень просто? Чтобы люди чувствовали себя очень умными. Вот, например, Харрис сидит и думает, какой я красавчик. Это же было логично. Но он думает, что он красавчик. Кто готов угадать, каким будет следующий слайд? Видите, уже меньше желающих. Потому что после твоего ответа многие будут думать, если я не отвечу, все будут думать, что я тупой. Конкурс должен быть простым, но непредсказуемым. Непредсказуемость должна наступать в этот момент. Следующий слайд. Отбивка. Сейчас многие из вас думают, почему у меня много заказов. А у тебя нет. Следующий слайд поймет только безоблачный. Следующий слайд. Это причина, по которой мы с безоблачным стоим дороже, чем вы. Что написано на этом слайде? Именно поэтому я стою дороже. Друзья, причина этого слайда – это то, над чем всем вам нужно в ближайшее время работать. Мы все должны научиться работать как минимум на двух языках. Как только аудитория понимает правила твоей игры, как только они начали участвовать в интерактивах, ты должен полностью изменить правила игры. Следующий слайд. Ты сломал меня, я улыбнулся. Вы должны менять правила игры каждые несколько слайдов, ну или в вашем ритме каждые несколько минут. По сути, вы постоянно должны задавать новые правила на своих вечеринках. Дальше будет слайд, который может принести вам приз или победу. Сейчас я говорю о том, что было заявлено в моем выступлении. То, чему вы не научитесь ни на одном мастер-классе. Чему нельзя научиться ни на одном мастер-классе? Нет. Хороший вариант, но не уверенно сказал. Еще чего. Нельзя научиться интуитивно чувствовать людей и предсказывать, что будет дальше. Сейчас мы проверим, кто из вас сможет это сделать. Кто сможет угадать, что на следующем слайде? Хороший вариант. Еще. Хорошо, я дам подсказку. Тот сможет получить приз, если угадает. Слайда не будет. Четвертый слайд. Какой? Аплодисменты. Хотите для того, чтобы вам немножечко помочь и увеличить темп нашей игры? Я дам отбивку. Никто не хочет выиграть этот приз? Вы? Нет. Угадывайте, не стесняйтесь. Это говорит человек, который только протрезвел после вчерашьей вечеринки. Каждый из вас мог только что выиграть этот приз. Следующий слайд. Расстроились? А я обрадовался. Кто угадает, что на следующем слайде сможет выиграть следующий приз? Следующий слайд. Харрис, ты что-нибудь видишь? Следующий слайд. Да. Можно тысячу рублей взять взаймы. Олег, у тебя есть? Спасибо. Клячкин тысяча рублей. Маркевич. Я знаю, кого есть. Белов. Тысячу рублей дай. Саш, достань тысячу рублей. Сейчас мой помощник. Передай, пожалуйста, вот девушке, которая только что угадала, что там тысяча рублей. Она первая сказала тысяча рублей. Очень важно запоминать, кто дал первым правильный ответ. Давайте поблагодарим моего помощника. Друзья, желательно, чтобы на вашем мероприятии всегда был человек, у которого есть деньги. Саша, спасибо огромное. Я верну, я надеюсь. Переверну. Будем проверять сейчас вашу интуицию. Это важная часть вашей профессии. Вы должны чувствовать... Саша, да не нервничай, я верну. Верну, верну. Итак, проверяем вашу интуицию. Это важная часть вашей профессии. Вы должны чувствовать людей, чувствовать зал. Как это блистательно делаю я. Отбивка. Итак, сейчас будут появляться картинки людей. И вы должны сказать, маньяк это? Или не маньяк? Итак, следующий слайд. Вы же ведущие. Давайте весь зал примет одно решение. Зал готов сказать нет? Или зал готов сказать да? В центре кадра. Вот у вас на празднике этот гость. Сидит и вот он попросил, передайте оливку. Со стола слева. Это маньяк или нет? Вы же ведущие. Рассмеши нас. Итак, зал разделился. Кто-то считает, что маньяк. Кто-то считает, что... Кто-то когда-нибудь встречал маньяков? Я хочу проверить твою интуицию. А, встречал ли маньяков ты? Я просто хочу понять, встречал ли ты маньяков. Суть заложена в вопросе. Это маньяк. Мы никогда этого не поймем, если у нас не будет хорошей интуиции. Следующий слайд. Это маньяк или просто гость? Вы начали креативить. Кто-то сказал, что это бабушка. Это укупник. Это маньяк. Это маньяк. Напоминаю, что по логике выступления в какой-то момент вы должны менять. Следующий слайд. Или нет? Какие необычные интерактивы у Лени на мероприятиях? Я их покупаю. На сайте Савельев.про. Так маньяк или нет? Маньяк. Это правда маньяк. 70 или 80 жертв. Следующая картинка. Друзья, эти люди у нас на праздниках сидят. Лень, на твоих праздниках? Что за праздники у тебя в зале суда, скажи? Мне не важно. Главное, что они платят. Мне не важно. Это писатель. Правильно. Это маньяк, написавший книгу. Следующий слайд. Можно? Не, ну здесь однозначный ответ, конечно. Это маньяк. Показать почему? Следующий слайд. Это очень опасный маньяк. Друзья, на самом деле, сейчас уже можно выключать презентацию. То, что я хотел вам поддемонстрировать, это один из приемов, который я использую иногда. И вообще вся моя работа, это большой набор приемов. Сейчас уже можно дать отбивку, и я становлюсь тем Леней, которому, наверное, больше привыкли. Можно дать отбивку. Отбивка. Привет, Леня. Привет. Я не дворголев. Я хотел показать вам, чтобы продемонстрировать один из приемов. Я таких приемов использую очень много. Один из приемов, это определенная стилистика и подача, которую я использую на мероприятиях. И иногда это безумно классно прокатывает. Ну, естественно, я делал скидку на то, что сегодня это будет происходить в 10-11 утра. Вы будете сонные, уставшие немножечко после. Но, тем не менее, это один из приемов. То, что я делаю на мероприятиях, это огромное количество набора приемов, которые я использую. То есть это только один из приемов, который мне показался таким, ну, достаточно демонстративным. Я его периодически делаю на мероприятиях. Таких приемов я использую очень много. Итак, тема, о которой я заявил, узнаваемость или все-таки качество работы. Действительно, я стараюсь приемы использовать в зависимости от того, какая аудитория. Например, я расскажу на мастер-классе, я с вами рассказывал про еще один прием, Петровна он называется. Кто знает про прием Петровна, про который я рассказывал? Поднимите руку. Отлично. Четыре человека знают. Это еще один прием. Да, пять человек знают. Это еще один прием. Мне удалось видюшку записать с мероприятия, где я демонстрирую прямо этот прием. Смотрите, у нас на мероприятиях часто есть враги. Вы знаете, кто такие враги на мероприятиях, да? Это человек, которому ничего не нравится. Иногда этот враг становится очевидным. То есть прям человек говорит, а мне ничего не нравится. Был же у вас такое? Был такое. Соответственно, для этой штуки я придумал прием, который называется Петровна. Все очень просто в этом приеме. Вот, например, находится человек, который говорит, мне ничего не нравится. Это будет второй прием, который я вам расскажу. Ну, давайте, допустим, этим человеком будет, ну, не знаю, у кого там плохое настроение сейчас. Не стесняйтесь, скажите, кто… Да, давайте кому-то ничего не нравится. Вот тебе ничего не нравится, да? Допустим, тебе ничего не нравится. Как тебя зовут? Самбат. Самбат, это сложно, Самбат. Давай будешь Петровна. Давай ты будешь Петровна. Самбат, ты будешь для меня Петровна. Значит, смотрите, на празднике, на любом, всегда есть Петровна. Петровна – это человек, которому все не нравится. Петровна, а что тебе не нравится? Все классно же. Петровна, посмотри. Собрали 200 человек каждый день, смотрят трансляцию. И Петровне не нравится. Петровна приходит к каждому мероприятию, чтобы ныть. Петровна, а зачем ты так одеваешься красиво, но ходишь? Как только человек начинает отстраивать себя непосредственно от того, кто он есть на самом деле, ты можешь шутить и говорить про него все, что хочешь. Я специально принес видюшку, которая это демонстрирует. Этот прием очень хорошо заходит и работает, и он нейтрализует врагов на мероприятии. Можно видюшку включить, которую я дал со звуком? Ваша версия? Мне ничего не нравится. На празднике всегда есть такой человек. Какое у вас отчество? Александровна, все это классно, а Александровне не нравится. Люди полностью переделали шикарный ресторан в центре Москвы. Ради этой вечеринке была собрана вся малина в Подмосковье. Людям негде покупать джинсы сегодня. А Александровне не нравится. Поставь, пожалуйста, паузу, паузу. Пауза. У нас здесь в зале есть человек, который был на этой вечеринке. Ян, ты, по-моему, была на этой вечеринке. Да? Ты помнишь этот момент даже. Ну, с этой женщиной, да. Вот, соответственно, обязательно врагу надо дать микрофон в какой-то момент. Обязательно. Я даю ей микрофон. Она говорит, мне ничего не нравится. Можно включать. От этого, соответственно, возникает сразу муж Петровны. Если у них в семье есть Александровна, то муж — это идеальный человек, поверьте мне. И я, знаете, так тихо. И в конце ты добиваешь этого человека. Александровна, ну как? И Александровна скажет, мне не понравилось. Все. Это тоже прием. В реальности у ведущего, который работает на мероприятиях, я использую этот прием, ну, через мероприятие, и он заходит практически всегда. У ведущего, который работает на мероприятиях, должно быть как минимум, у качественного ведущего, должно быть как минимум в заготовке, ну, приемов 15, которые он готов показать практически в любой момент. У меня на мероприятии есть такие точки, такие приемы, их минимум 5. вот таких точек, у меня пунктов 5 на мероприятии, и я их всегда варьирую. То есть я прихожу на мероприятие и понимаю, здесь надо начать вот так, здесь надо начать по-другому, здесь надо... И каждый прием я использую в зависимости от того, какая ситуация и какая у меня аудитория. Если говорить про качество работы, соответственно, я могу честно... Я немножко другой в вероисповедании, религии, и я могу спокойно говорить. Я имею большое количество заказов не потому, что у меня 10,5 тысяч подписчиков, в Инстаграме. Ну то есть я думаю, что у 80% из вас их больше гораздо, я уверен. Накрутки там, что-то такое. Но тем не менее, я не могу назвать себя узнаваемым человеком, но тем не менее, есть большое количество заказов, в среднем у меня 14-15 мероприятий в месяц. Говорит Клячкин, с которым на той неделе мы в Ростове работали. Да, до этого с Беляниным, в Астане. Почему это происходит? Дело не в узнаваемости, дело только в профессионализме, и, как я много раз говорил вам, может быть, какой угодно Инстаграм, какого угодно качества, может быть, безумно классная реклама, но если вы не рвете, не заходите на мероприятие, у вас не будет этих заказов. Но не будет их, ребята. Вас купят по рекламе 1-2 раза, вы можете быть безумно узнаваемым человеком, вы можете быть мега-медийным, но один раз вы приехали, зашли средний, второй раз зашли средний, и все. И про вас забывает рынок, про вас забывают люди. То есть, вы знаете, в идеале, какое должно быть качество ведущего. В идеале, для меня очень важный показатель, что на меня сейчас обижены несколько агентств, они вчера были, я специально не пришел. Но была работа, потому что. Ну, естественно. Естественно, само собой. Это очень важный показатель. Когда на тебя обижаются люди, что ты не смог работать с ними на мероприятиях, это говорит о том, что ты в определенной степени хорошо работаешь. И это только качество работы. С качеством вашей работы связаны приемы. Не ждите приема. Я на своих, например, каких-то встречах рассказываю иногда, ну, 2-3 приема. Прямо демонстрирую. Как это Петровна там демонстрирует. Жди меня, там какой-то прием и так далее. И ребята, некоторые мне потом с регионов, вот с Уфы недавно человек написал, вот я использовал такой-то прием, и все зашло хорошо. Я понял, как это работает. Начинаю придумывать свои приемы. Соответственно, чтобы у вас повышалось качество как ведущего, ребят, нужно работать над одной очень важной вещью. Увеличивать количество приемов, которые вы можете делать сходу. Прямо сходу. То есть, ну, я ни для кого не секрет, мы в дуэте с Ромой очень много работаем. Рома – это гигантский набор приемов. Вы должны это понимать. Это гигантский набор приемов, а все остальное как бы некая импровизация. Все то же самое происходит со мной. Большое количество приемов, большое количество импровизации. Без приемов вы не удержите, ну, вы не удержите планку там в пять, в семь мероприятий. Не удержите. Не удержите. Надо работать над набором, над количеством приемов. Я не понимаю вот этого, знаете, сумасшествия, которое сейчас у людей по поводу конкурсов. Я приезжаю куда-то с мастер-классом и найдется один-два сумасшедших, которые спрашивают, а когда будут конкурсы? Конкурсы – это бессмысленная штука вообще, абсолютно. То есть, это классная штука, которая работает, но вы должны научиться превращать каждый конкурс в свой прием. Прием, который вы используете на конкретном мероприятии, в конкретной ситуации. Именно поэтому я сегодня хотел начать свое выступление с определенного приема, независимо от того, как он зашел, не зашел. Я не считаю сегодняшнюю ситуацию боевой. Это не мероприятие, не праздник. Но когда боевая ситуация, ваши приемы должны всегда работать. Есть еще три вещи, о которых я вам расскажу. Это модели покупателей. Да, 10 минут. Это будет очень быстро. Друзья, это лайфхак, который помогает выигрывать встречи. Смотрите, значит, у нас есть три основные поведенческие модели у покупателей. Три основные поведенческие модели, по которым люди отдыхают. Первая модель называется «Отдых по правилам». Это 30% покупателей. Знаете, что такое «Отдых по правилам»? Вы приходите, клиент вам говорит «Здравствуйте, меня зовут Анна Петровна». Значит, смотрите, Леонид. В 10 утра вся наша компания выходит на улицу. В 10.10 подъезжает автобус. Мы все одновременно загружаемся. Автобус едет туда-то. В 12 мы на площадке. Я говорю «Точно в 12?» А может быть в 12.30? Я говорю «Леонид, в 12 мы на площадке». В 12.30 мы выходим, едим. Все. Как только человек вам начинает рассказывать вот так вот все структурно, это человек, который настроен отдыхать по правилам. Поняли? Это 30% клиентов. Это, скорее всего, или очень пожилая женщина, работающая в компании очень давно, или какой-то новичок. Скорее всего, если человек отдыхает по модели, отдыхать по правилам, то, скорее всего, это или новый человек, который боится за свое место, или человек, который 200 лет, и у него уже все вот так вот в голове, как большой-большой ящик. Отдыхать по правилам. Спокойно начинаете… Я, например, в встрече с Мишей Беляниным, как только я вижу модель, отдыхаю по правилам, я говорю «Миша, твой клиент, все». И Миша так их щелкает. Он говорит, значит… Она начинает говорить «В 10 мы садимся в автобус, в 10-10 подъезжаем на площадку». Миша говорит «В 12, значит, за столы». Все. Человек распылывается, говорит «Точно, откуда вы знаете?» Он говорит «В 12 за столы, в час, наверное, мы там…» И все. И как только человек начинает так же по лестнице идти, все, скорее всего, выиграете встречи, если у вас человек отдыхает по правилам. Начинайте работать с ним по правилам. Второй вид клиента – это отдых ради удовольствия. Большей частью ради удовольствия это те, кто у вас спрашивают «Слушай, а как ты думаешь, как лучше?» Соответственно, это клиент, который отдыхает ради удовольствия. Он, скорее всего, не очень заморочен на тайминге. Он тебе скажет «Ну, мы где-то в 6 придем, соответственно, этому клиенту, который отдыхает ради удовольствия, нужно как можно больше советовать. Не лезьте вообще в тайминги. Скажите «Агентство занимается таймингом, мы с тобой сделаем так». Значит, будет играть трубач на велками, и человек, значит, вот выйдет тот-то, будет классно, все. И вы ему рассказываете, каким образом, какие детали улучшить. Третий тип клиента — это отдых до победного. Это один из самых распространенных типов клиента в России. Отдых до победы. Этот человек может не знать, когда у него случится победа. Или на велками. Да, они не знают часто, когда случится победа, или на велками, или когда лобода выйдет петь. Но вы должны понимать, этот человек, с которым вы встречаетесь на встрече, он начинает говорить «Блин, мы недавно отдыхали, и вышел Пресняков, это было так круто, мы столько пили, мы разошлись в три». Все. Отдых до победы. Этому клиенту надо всегда говорить, что мы будем отдыхать до пяти. Он скажет «Я хочу петь до трех». Ты скажешь «Почему так мало? Почему так мало? Лучше петь до пяти». Он говорит «Той». Но вы не знаете. У меня было в Екатеринбурге в декабре мероприятие, я приехал вести, и заказчик, основной заказчик, был уже в ноль. В ноль. Его вынесли. Вот я заходил в зал, а человека выносили с велкома. Человека, которому я должен был давать первым слово. То есть он — это тот, кто отдыхает до победы. Понимаете? Ну у него просто победа случилась на велкоме. Вот. Его вынесли, и мне такая девочка, его консультант сказала, это Игорь Петрович, он говорить не будет. То есть она подумала, что у меня возникают вопросы, будет он произносить? Ну и, соответственно, вместо Игоря. Ну потом вышел Мумитроль, а Мумитроль не знал, что Игорь Петрович уже на велкоме. И Мумитроль говорил, это специально для Игоря песня. И все там, все не понимали, для какого Игоря, но потом поняли, конечно, что для Игоря. То есть это третья модель. Запомните, отдыхать по правилам, отдыхать до победы, или третья — отдыхать ради удовольствия. Это три типа покупателей. Все, вы как ведущий на встречах сразу видите тип. Я меньше всего работаю с людьми отдыхать по правилам. Чаще всего я работаю с людьми отдыхать ради удовольствия или отдыхать до победы. Потому что я отношусь к такому типу ведущих. Несколько ведущих из нашего списка, кстати, рассказали мне про ситуацию, когда они вели мастер-классы. Мишка мне рассказал, и Рома. И у них ребята в регионах начали спрашивать, а к какому типу вы себя относите? Ребята слились с ответа. Вот это все неуважение к тому, что придумал Марголин и так далее. Сейчас понятно. Сейчас, да. Может, активированный уголь реально есть у кого, ребят? Вот, примерно так. В общем, основная мысль, которую я хотел донести за 40 минут, это, конечно, сложно, но тем не менее. Да, спасибо, Ром. Приятно, что у меня такие крутые помощники. Основная мысль, которую я вам хотел донести, это, если вы ведущий, вы должны набрать огромное количество приемов. Приемы могут быть разные, они могут заходить на одну аудиторию, они могут заходить на другую, они могут быть более музыкальные, менее музыкальные, но вы всегда должны знать, что рано или поздно в вашей жизни есть диджей, если падает темп, отбивка. Леонид Нарголин. Второй вариант. Отбивка вместе с аплодисментами. Можно подержать, конечно. Давайте, ребят, к вопросам сразу, смотрите. Давайте, да, я буду быстро отвечать, потому что, в принципе, ну, к сожалению, я бы по-другому построил выступление, если бы было больше времени, но... Леонид, добрый день, меня зовут Владимир, город Москва. Скажите, пожалуйста, бывало такое, что интуиция вас подводила, вот Петрова на вас достает, достает, а у нее мужик, который сильно ревнивый, ее любит. Последние 4 года нет. До этого да. Что-то было, да? Ну, последние 4 года нет, конечно. Последние 4 года уже нет, но я занимаюсь этим 15, я считаю, что для ведущего 10 лет это просто вот научиться определять людей, набраться определенного опыта, накопить приемы. Если вы занимаетесь... Чтобы понять, может, любит ее мужик или не любит, да. Она вас достает, вы понимаете, что вы ничего не можете сделать. Да можно всегда что-нибудь сделать. Я понял. Ну, вот, то есть, у тебя... Ты можешь делать что угодно. У нас бывали встречи, как мы с Ромой сидели как-то раз на встрече, и клиент каменный. Вот. И что-то мы... А мы там вкидываем, вкидываем, а человек непробиваемый. Ну, и что-то шутка за шуткой. И она говорит, ну, вы можете сделать что-нибудь? Ну, ребят, ну, чтобы я как-то удивился. Я взял его, поцеловал, на охерел, и нас купили. Отлично. Да даже он охерел, что говорить. Давайте. Я ожидал. Ну, давайте девушке, а потом джентльмену. Давайте. Буду отвечать быстро. Стараюсь отвечать быстрочно. Девушке, Владимир, да. Еще раз представлюсь, Алена Маркелова. Именно все-таки Алена, не Владимир, а так, да. Тут 10, Владимир. Лень, два вопроса, очень быстро. Вот у нас в регионе повторяется целевая аудитория, мы работаем, в принципе, в одном и том же сегменте, и вот бывает, ты знаешь приемы, ты их применяешь, но вот на одном празднике присутствуешь, и у тебя есть один, два, три, пять гостей, которые уже видели ряд твоих приемов. Вот как ты советуешь? Ты чувствуешь, что этот прием нужен сейчас, но ты знаешь, что его видели. Вот стоит его делать или нет? Советую делать. Когда приемчики известны. Советую делать уверенно то же самое. Абсолютно. Потому что люди, которые тебя берут уже несколько раз, они должны понимать. У меня есть компания, с которой я работал 15 или 16 раз. Один из них, вице-президентная компания, подошел и правильно очень сказал, я уже беру не ведущего, я уже беру Леонида Маргольна. Они уже покупают тебя не как просто понятие ведущего, а уже как артист. То есть им нужны, ну как бы, понятно, что какие-то, но Киркоров поет те же песни. Но никто же не говорит, я это слышал на диске. Никто же не говорит, я слышал, я видел этот костюм где-то. Ты пришел на артиста получить определенное удовольствие. Это уже, если ты хочешь совершенно свежего артиста, открываешь там, не знаю, Горько.ру и вот, welcome. И все будет новое, абсолютно. Спасибо. Все правильно. Пожалуйста. Добрый день. Руслан, Ростов-на-Дону. У меня вопрос такой. В прошлом году, Лень, ты рассказывал про типы ведущих, и меня интересует два. Это дорогой аниматор, и вот второй я не вспомнил, Александр Белов, который мой. Свой парень. Свой парень, да, точно. Видишь, он сразу тысячу рублей нашел. Сразу, оп, что, где, Лень, пожалуйста. Меня интересует... Он свой человек, это его история, извини. Да, просто ты примерно одинаковые все-таки термины рассказывал и черты характера, именно дорогого аниматора и своего парня. И меня интересовало именно, чем они отличаются кардинально. Они отличаются энергетической подачей. Один из примеров... Просто ты говорил Максим Маркин. Макс Маркевич, это яркий... Александр Белов, все равно они оба шоумены, оба танцуют, оба танцуют. Они разные. Они разные. То, что может Саша, не может Макс, и то, что может Макс, не может Саша. Так же, как то, что могут парни, не могу я, и наоборот. У Макса есть такая, какая-то, знаешь, начиная от пластики, заканчивая от умения подачи вот этой энергетики, вот так взять в зал, что-то потанцевать. Он может делать какую-то вполне архаичную вещь, но это настолько органично. Я до сих пор вспоминаю день рождения Макса, когда мы что-то тусовались. Тусовались, и в какой-то момент Макс вышел, говорит, включилась ломбада, они, оп, все вместе за туловище и уходим в зал. Я такой думаю, ну, ебанцы, ну, Макс, ну... Я был вот тем человеком, который свежее, удиви, как... Да не надо ничего делать, ты должен делать классно то, что ты делаешь. Это бетонные вещи. Да, это как бы... И все, и все взялись и ушли, и моя жена такая, ты что, дурак, бери меня, давай. Давай, бери, за пояс вошли. Да я знаю все эти приемы. Да, да. Одни и те же приемы. Нет, делать то, что ты делаешь, классно. Это, ну, как бы, ты все равно будешь совершенствоваться, и что делать лучше. Все, давайте следующий вопрос. Пожалуйста, вот... Можно я? Да. Конечно же можно. Я здесь, я здесь. Сейчас, друг, извините. Давай, давай. Привет, меня зовут Ирина. Привет. Мы занимаемся бизнес-мероприятиями. Ты рассказал про три категории клиентов. Какое из них относится к бизнес-мероприятиям? Они все относятся к бизнес-мероприятиям, просто у нас в любой бизнес-схеме, если ты, естественно, ну, скорее всего, ты экономическое образование какое-то получила, в любой бизнес-схеме есть один минус – это люди. Тебе это скажет любой бизнесмен. То есть в бизнес-схеме без людей все работают, но когда ты добавляешь туда людей, они перестают работать. Вот если вы занимаетесь бизнесом, вы должны учитывать, что вам будут попадаться все эти три типа людей. Их надо сразу чекать и применять к ним те приемы, которые соответствуют им. Про бизнес они все три. Я встречал крутейшие компании, большие, в которых сидел человек, который отдыхать по правилам. Вот и ты сидишь, и он говорит, значит, Леонид ждем. Вот секундомер. Все, пошел. Нажал музыка, и ты выходишь. Они, это люди. Во всех схемах люди. Ты просто должен к ним применять какие-то… И к нему подходишь потом и говоришь там, Сергей Петрович, знаете, я сейчас вот это сделаю? Он говорит, ну не уверен. Не, не уверен. Ты делаешь, классно заходит, говоришь, давайте еще раз это сделаем, потом что-то другое. И он уже видит, что у тебя получается, он говорит, делай, что хочешь, все. Вот так вот эти схемы. Но эти три модели, они все, все люди попадаются. Вот смотри, а если на этапе согласования тайминг нужен, потому что он нужен. Это бизнес-мероприятие. Все правильно. Разные уровни. А есть ведущие, которые тебя сразу относят к тому, что это отдых по правилам. Но это не отдых по правилам, это правила поведения в данной ситуации. Ну берите ведущих, которые… Есть ведущие, которые… А потом… Тебе нужно все четко, в 10 встали, поели, все по пунктам. Есть прям тип ведущего, вот рациональный интеллект он все сделает, классик отлично делает все. Бэм-бэм-бэм-бэм, чик-чик-чик-чик, все, я домой. И все счастливы. То есть надо всегда подбирать под каждое мероприятие тот тип ведущего, который соответствует этому мероприятию. Как правильно объяснить ведущему задачу? То есть как правильно… Надо работать с теми ведущими, которые понимают задачу на встрече, либо до нее. Мне кажется, что очень сложно. Желательно, да. Если ведущий нуждается в объяснении задачи и с первого раза ее не понял, это кошмар, ад. Идите дальше в Яндекс. Берите другого ведущего в следующий раз. Ведущего на мероприятие, да. Идите другого беру. Ребята, я всегда клиентам говорю, вон сколько нас. Посмотрите. Я всем клиентам говорю, вон сколько нас. Берите другого. Чего вы мне крутите в мозги? Берите всадника без головы. Вот мне вчера звонили, вот вчера мне звонят и говорят, Леня, звонит одно агентство крупное и говорит, Лень, нужен человек, который ведет на итальянском. Я безоблачный. Чего придумывать-то? Спасибо, Грация Милли. Они, ой, у меня есть друг. Вот мы пару фраз подучим. Вы психи. Да, да, да. И как один ведущий, который ведет на английском языке. Ladies and gents, take the vocals, please. Да, я знаю одного. С блестящим английским. Take the vocals. Now the toaster, we are choking the vocals. You, you, me. You, you, dance, dance. You, me. Just now, please. And DJ. Я говорю, Роман, давайте я пообщаюсь. Не надо. Берем сердечки, бросаем. Take the heart. Take the heart. Take your heart. And not go. And кидаешь. Узнаешь этот английский? Оу, 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 всес, всес. Все, ребята, давайте еще один вопрос. Мы ждем. День добрый. Марсель, город Нижневартовск. Я можно вернусь? Очень красивое имя. Красивое большое. Вернусь к формату. Мое любимое имя. Это третий человек, который сегодня мне об этом сказал. Там были Франция, Париж, да, шутки. Это прием. Неопытный вид. Нет, на самом деле, имя Марсель. На самом деле, Рома правильно говорит, это прием. Да. Я каждый праздник вот начинаю, когда человек представляется. У меня и такой прием. Человек представляется, я говорю, очень красиво, мое любимое имя. И когда ты третий раз кому-то говоришь, мое любимое имя, зал начинает рваться. А у Михаила Биянина есть такой прием. Только, ребята, не воруйте, пожалуйста. У него есть такой прием. Скажите, как вас зовут? Марсель. Все правильно. Гениально. И когда он четвертый раз к человеку подходит, он говорит, как вас зовут? Я говорю, Елена Петровна, все правильно. Марсель, давайте. Воводу формата гостя Петровна. Были ли в Нишнат какие-то ситуации? Потому что есть вариант нарваться на переворачивание тарелок. Полностью уходит человек с матами и говорит о том, что ты отвратительный. И если даже можно, даже слет довести. Поэтому как в этом? У меня нет. Марсель. Просто Марсель уточнил, что он из Нижневартовска. Там ваши московские приемчики не прокатывают. Кстати, это имеет место быть, на самом деле. Конечно, я о чем и говорю. Но когда-то я вел праздники здесь, в 2003 году, и когда в людей, ну, то есть не в людей, просто стреляли. Мы прошли этот этап. Почему ты ведущих за людей не считаешь? Нет, нет. Ну, стреляли, но не в людей. В людей не попали. Но стреляли. Как выкрутиться, когда в слезах с матами ушел человек недовольный? Ну, а что ты сделал, чтобы он ушел? Нет, 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 нет. А, если так произошло? Да, Петровна, слушай, она говорит, что ты сказал, да пошел ты, она в слезах бросает все, и это отвратительно. Ну, ребят, у нас есть одна проблема, которой мы не признаем все. Мы не боги, мы не можем делать все на празднике. Есть люди. И удачность этого праздника на 50% зависит от них. Они должны прийти с хорошим настроением и прийти отдыхать. Что мы ждем, что человек, ну, значит, что-то внутри с ней не так. Я показывал тебе фотографии. Очень красивые люди, а внутри трэш. И ты никогда не узнаешь. Не надо думать, что мы... Я недавно от одного профессионала в нашей среде слышал фразу «Надо рвать жопу». Бред. Человек или есть способности, или рви жопу, но больше семерки ничего не получится. Все. Не надо. Ты не можешь сделать так, чтобы все были довольны. Человек или приходит, и он доволен, и берет... Это как сейчас, но вот на моем выступлении. Те, кто нужно, все, что нужно, возьмут. Те, кто не умеет брать, будь недоволен. Спасибо, Леонид. Леонид Варголин. Спасибо, Леонид. Так, ребята...